Очередная покупка не из Китая, а из местного Али-магазина, и этот SSD-шник купил не я. Притянули мне пациента для перебивки винды, я начал устанавливать винду, естественно лицензионную, но на пациенте начал сыпаться винт, HDD-шник старенький. Я хозяин сказал, что купите SSD-шник или новый винт, и я тогда вам накачу винду. Рассказал им про тот магаз, где я нашел SSD-шники, и я думал, что они купят DT, а нет нифига, вот такой вот зверек, Hikwizion. Но в инете еще его называют Hikwizion, не знаю как правильно, я читаю Hikwizion E100 на 512 гигабайт. Таких зверей я еще ни разу не видел и не слышал, в руках первый раз держу, и я решил запилить небольшой видос на него. На коробке нифига никаких спеков нету, написано, что Hikwizion History Technology, компания LTD. В инете я пробил, что это за шарашка, это чисто китайская шарашка, которая занимается в основном камерами. Там веб-камерами, тепловизорами, камерами наблюдений, мобильными веб-ками, и короче все связано, что с веб-ками. А это они решили еще начать делать SSD-шники, и там как бы рекламируют, что вот записывать с наших камер надо на наши SSD-шники. У них есть там и на 128, на 256, и на гектар, а также еще и на VMA есть SSD-шники. Ну так вот, на коробочке ничего мы не видим, никаких спек ни хрена. Только что написано FromFactor 2.5, SATA, вообще написано SATA 6 гигабайт в секунду, но это SATA 3-шный стандарт. Давайте ее распечатаем, он уже тут распечатан был, просто с коробочки выкинем. Вот так вот выглядит сам SSD-шник. На SSD-шнике тоже ни хрена не написано, кроме того, что 5 вольт он потребляет, 512, моделька, HS-SSD-E100, но E100-SSD. И все, больше ничего у нас тут не нарисовано. И на первый взгляд, по размерам, мне кажется, что он как бы поменьше обычного SSD-шника будет, так вот в ширину. Сейчас подождите, вот достану свой DTECH. И здравствуйте, мадам, вы опять пришли ко мне снимать видео? Да нет, по размерам он одинаковый, это так кажется, из-за наклейки, из-за узкости. Наклейка пошире была, то бы, наверное, все нормально казалось. Ну, мадам, а сейчас будем обозревать нас мадам. Мадам у нас турок, мадаме у нашей уже 3 месяца, и она баловная, Маруся у нас еще та, да, мадам? Нашел, кстати, размеры этого SSD-шника, высота написано, ну, то есть, вот толщина, вот это 7 миллиметров, вот это у нас длина 10 миллиметров, а вот это 70. В принципе, на моем модном коврике можно померить. Давайте померим, итак, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, в ширину семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Ну, толщину мы как бы не померим, ну, померим, что 7 миллиметров. Какую еще инфу нашел бы про него в интернете? Значит, контроллер здесь у нас, Maxio MAS 0902, тип памяти у нас TLC 3D, по идее, от SanDisk должна быть. Время наработки отказа 2 миллиона часов, заявленная скорость чтения 550 мегабайт в секунду, заявленная скорость записи 380 мегабайт в секунду. Это на официальном сайте, про скорость написано. Кстати, нашел в интернет-магазах, и там дается гарантия на него 3 года. То есть, как бы, это китайцы такой средненький, не самый дешманский. Да и по цене тоже он средненький, есть дешевле. Да, вот, кстати, и на коробочке вычитал, что гарантия 3 года, да. Ну, и больше ничего интересного нет, кроме гарантии 3 года и факс шарашки самой. Ну, в принципе, как бы, рассказывать больше-то про него и нечего. Надо подключать и тестить скорость. Есть здесь заявленная скорость или нет? И здравствуйте, Маруся. Итак, подключил я наш SSD-шник. Вот он в диспетчере устройства отображается, как HS-SSD-E100-512 от Adrive. Ну, и теперь его надо разметить. Заходим в управление дисками. Нам сразу автоматически предлагает инициализацию произвести диска. Выбираем GPT. И вот он наш диск появился. Показывает нам, что размер у него 476 и 81 гигабайт. Это вполне нормально, потому что у нас в одном гигабайте 1024 мегабайта. Теперь нам надо сделать разметку. Делаем логический раздел. Здесь нажимаем далее, далее, далее. Готово. И вот он наш диск появился. Определился он системой. Можно на него перейти. Естественно, он пустой, ничего на нем нет. Ну, и давайте его уже потестируем. Для начала давайте проверим его CrystalDiskInfo. Что он там выдаст? Может, это какой-то бэушный. Так, этот диск не тот. Вот наш диск SSD-шник. И что мы видим? Что включался он всего два раза. Ноль часов работы. Смарт у нас нормальный. Температуру показывает 29. И в этом месте магия монтажа. Смотрите, я покажу вам, что температура изменяется. Вот после теста скорости температура у нас стала 30 градусов. То есть, было 29, а стала 30. Чему это я все рассказываю? А к тому, что есть такие приколы, что прошивки зашивают определенную температуру. Например, 30 градусов. И как бы у вас там винт грелся или наоборот не грелся, у вас будет постоянно одна и та же температура. Здесь, как видите, менялось. Было 29, а сейчас стало 30. То есть, как бы по идее, температура не зашита. Но я в инете читал, что есть на таких SD-шниках, где фиксированная температура зашита. Здесь меняется. Сами видели. Ну и давайте уже перейдем к тесту скорости. Запускаем наш CrystalDismark. Кстати, смотрите, здесь пишет 477, а не 476,81. Округляет CrystalDismark в большую сторону. Ну и после выбора нажимаем кнопочку старт. Магия монтажа. И что мы с вами видим? А видим, что у нас чтение 565,8 мегабайтов в секунду. А запись 503 мегабайтов в секунду. То есть, чтение и запись не то, что соответствуют заявленному. А даже больше показывают, чем заявлено. То есть, со скоростью чтения у нас все нормально. Даже лучше, чем обещали. И в инете я почитал за этот диск. Отзывы хорошие. Пишут, что нормальный диск. Пользоваться можно. Не супер-пупер сверхскоростной. А-ля Samsung и все такое. Но пользоваться можно. Так что, если что, ссылочку на этот диск оставлю в описании. На Алике таких дисков полно. Потому что это как бы чистокровный китайц. Почему на Алике не должно его быть? Так что, если ходить себе такой диск. Не то, чтобы он дешевый. Но и недорогой. Средненький такой по цене. Переходите и заказывайте. На этом же все. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Хотя хрен с ним с этим колокольчиком. Не забудьте нажать на лайк. И подписаться.